привет друзья все на нашем максимальном обзоре итальянский сухой корм аэри позиционируется как беззерновой холистик и он по большому счету является новинкой 23 года и но несмотря на это он уже успел завоевать ряд положительных комментариев ну например на том же самом озоне где люди хвалят его состав аромат и прочие-прочие характеристики и мы сейчас с вами друзья разберем его состав продегустируем и разумеется узнаем где же он изготавливается так что усаженность поудобней машин хвостиками и погнали корм изготавливается в италии пожалуй одной из старейших компаний если быть более точным то отсчет и установление начинается в 1838 году и эта компания нам с вами сейчас известно как мистер пэт да мои постоянные зрители уже знают прекрасно это производство она не раз нам встречалась и будет еще встречаться и одной из важных характеристик этой компании является то что они очень внимательно относятся к ингредиентам входящим состав этого корма а именно качество ну не секрет что семья гамберелли который краски является владельцами этой компании краски и начинала свой путь от фермеров то есть от производства или точнее даже выращивания крупного рогатого скота и вот уже впоследствии с 1838 года до примерно 1970 года они краски были в основном фермерами уже после они переориентировались на производство кормов для наших с вами кошек и собак и не так давно уже в двухтысячных годах они провели достаточно мощную модернизацию своего производства своей компании целиком было нанято достаточно большое количество различных специалистов нутрициологов которые и других специалистов которые как раз таки и занялись производством кормов и не зря как раз таки несколько брендов этого производства в 2021 году и 2022 году завоевали наивысшую премию качества доверия потребителей и полезно к их брендам и о компании о самом заводе о производстве о семье гамберелли можно достаточно долго говорить но давайте друзья вернемся непотрезно к нашему корму и сразу скажу что ассортимент настоящий момент достаточно такой аккуратный и если посмотреть официальный сайт то представлено четыре позиции для собак и две позиции для кошек и сразу забегу вперед и скажу что у ингредиентов входящий состав этого корма достаточно низкий гликемический индекс что очень хорошо для профилактики ожирения но если песик либо котик сильно не переедает а то они еще те молодцы и так на первом месте у нас идет свежий лосось 30 процентов великолепный источник животных белков помимо этого содержит разумеется омега-3 жирная кислота которая необходима организму питомца в целом но и также достаточно сильно влияет на кожу и шерсть и на мозговую деятельность и обращаю ваше внимание что ингредиент свежий то есть он не подвергался какой-либо термической обработки до момента попадания в корм но единственно термическая обработка для может быть заморозка соответственно больше ничему не подвергался то есть сохраняется максимальное количество вкуса аромата и разумеется питательных и полезных веществ из исходного ингредиента и вот 30 процентов дальше у нас идет дегидрированная оленина 14 процентов также животный ингредиент и на понимать что это мясокосная мука потому что если бы это было чистое мясо то было бы указано дегидрированное мясо оленя а здесь именно что общими такими словами то есть мы с вами смело можем делать лучше это мясокосная мука то есть состоит из мяса и соответственно костей напоминаю что кости нужны так как это источник кальция многие производители отдельно добавляют кальций а кто-то как раз-таки использует именно что вот мясокосную муку следующий ингредиент это у нас идет углеводная составляющая но без которой как говорится никуда и в данном случае так как у нас корм идет без зерновой производитель использует бобовые а именно горох гороховый крахмал и фасоль и здесь к сожалению производитель нам не указывает процентное соотношение этих ингредиентов дальше бы они еще нам встретиться процента вот здесь он как-то вот очень тактично это не использует но опять же никто его не заставляет но можно было лучше и указать то есть по большому счету здесь но как у нас с вами указано ну на процентов 80 всех ингредиентов вот их процентное соотношение ну так друзья разумеется это конечно же идет клетчатка также такая является конечно же углевод это источник растительных белков чтобы выровнять белковую составляющую забегу вперед и скажу что у нас здесь белка 29 процентов и также это является и такой технической добавкой в частности фасоль очень часто используют как раз таки для не только насыщение белком напоминаю что у фасоли большое содержание растительных белков и насколько я помню в латинской америке был период голода и чтобы население ну не сильно голодала там как раз таки стали очень активно кушать фасоль ну в основном консервировано насыщение белков там что напоминаю нам с вами тоже нужны белки ну нам с вами и амидо человеком но в данном случае здесь мы говорим про растительное а для наших с вами хищников да как и является собаки и кошки первое очень нужны конечно же животные белки но без углеводов никуда и так также является это гороховый крахмал и фасоль является такой технической добавкой соответственно одно позволяет сцепить ингредиенты в единое целое вот эту мясную составляющую растительное составляющие скомпоновать привычный вот этот нам гранулу такой вот комочек а соответственно 2 позволяет грануле взорваться чтобы она вот была никто не такой камушек жесткий который не разгрызть а именно было было определенная такая пористость чтобы наши с вами питомцы могли соответственно спокойно жевать и кушать но опять же друзья напоминаю что конечно же что горох что фасоль достаточно богат различными витаминами и минералами которые необходимы нашим с вами в данном случае песиков следующий ингредиент у нас идет жир индейки и курица 9 процентов здесь к сожалению производитель нам не указал при помощи каких консервантов он сохраняет связать свежесть но забегу вперед и скажу что дальше составе будет надпись что содержит натуральные консерванты и антиоксиданты натуральные но он не расшифровывать какими здесь используем и так друзья ну разумеется это конечно же источник жирных кислот омега-6 частности это является именно такой смесью индейки и курицы что также достаточно часто встречается кто-то использует моно как говорится жир кто-то делает смесь но потому что есть ряд технических моментов именно технических которые влияют на корм данном случае использовано вот такое но также очень радует что производитель не просто указал что это животный жир а все-таки ввел какую-то определенную конкретику и друзья напоминаю что многие надо путают что вот у меня у питомца допустим аллергия на курицу то в первую очередь аллергия на куриный белок не на куриный жир не надо это немножко путать тоже очень важный момент и также напоминаю что жир конечно является великолепно такой технической добавкой на которой как раз таки напыляются все различные полезные вещества в процессе приготовления то есть она обволакивает гранулы мало того что она консервирует гранулу не она аж он жир консервирую гранул не позволяя кислороду туда попадать и соответственно на не портится и соответственно происходит напыление различных полезных веществ в последнее время я часто об этом говорю но чтобы вы понимали что это Это не только натуральный природный ароматизатор, но и такая вот техническая особенность также используется. Следующий ингредиент это дегидрированная утка, 5%. Точно так же, как и оленина, это все-таки мясокостная мука, потому что, опять же, общим таким наименованием обозначен данный ингредиент. Если было бы мясо, то, конечно же, производитель указал бы, что это мясо. Но, опять же, друзья, конечно же, это животный ингредиент, хороший белок и, опять же, гипоаллергенное мясо. То есть, смело можно сказать, что три основных источника животных белков у нас гипоаллергенная. Лосось, оленина и утка. Дальше у нас идет льняное семя. Друзья, ну, конечно же, в основном его используют как источник омега-3 жирных кислот, растительный источник. Ну и, конечно же, это клетчатка. Но у нас здесь с вами есть свежий лосось, который также содержит омега-3. То есть, получается, у нас здесь есть и животный источник омега-3 и, разумеется, растительный. Тоже достаточно часто встречаем ингредиент в составе кормов. И почему-то итальянцы очень любят непосредственно льняное семя использовать, а не рыбий жир. Во многих так брендах происходит. Дальше у нас идут гидролизованные белки куриной и свиной печени 2%. Друзья, это, конечно же, натуральный природный ароматизатор, как раз таки, который позволяет корму вот еще максимально-максимально аппетитно и вкусно пахнуть и быть тоже на вкус. Следующий ингредиент у нас сушеный свекольный жом. Друзья, ну, конечно же, это клетчатка. В первую очередь клетчатка. Да, там есть и различные витамины, минералы, но в основном она используется как клетчатка, чтобы хорошие бактерии могли размножаться непосредственно на ней и благотворно влиять на пищеварительную систему. Следующий ингредиент – дрожжи. Ну, конечно же, друзья, это великолепный источник монана-олигосахаридов и, конечно же, витаминов группы В. И, как уже вам не раз говорил, конечно же, это натуральный ароматизатор, потому что у дрожжей есть свой специфический аромат. К сожалению, здесь производитель нам с вами не указывает, какие именно дрожжи используют – пивные либо пекарские. Я больше люблю пивные, они более, как говорится, полезные. Дальше у нас тут мука из морских водорослей. Здесь производитель указывает, что это 0,3%. Это, конечно же, источник йода. В первую очередь йод, который необходим для щитовидной железы наших с вами песиков. Ну, и, разумеется, конечно же, это тоже клетчатка. Дальше у нас идут два важных ингредиента. Это фрукта олигосахарида и монана олигосахарида. Производитель монана олигосахарида отдельно вывел. Помимо дрожжей, они у нас и в дрожжах есть. Ну, и также он сделал отдельно и обозначил это как дрожжевой продукт. Следующий ингредиент – это юка мохави. Это, друзья, точно так же по-другому называется юка шидегера. И, в первую очередь, конечно же, идет как профилактика неприятных запахов фекалий наших с вами песиков. Но, опять же, напоминаю, что запах не только снижается благодаря юке шидегера, но и также питанию наших с вами питомцев. В зависимости от того, что они кушают, ну, такие запахи и получаются. Если кушают хорошо, все хорошо с пищеварительной системой, с желудочно-кишечным трактом, то и запах будет достаточно терпимый, если можно так отнестись к этим запахам. Следующий ингредиент – сушеное яблоко. Это, друзья, ну, конечно же, это в первую очередь, опять же, клетчатки. Да, водорастворимая клетчатка. Хорошая клетчатка, часто многие используют. Много полезных веществ и минералов в сушеном яблоке также присутствует. Но, опять же, не стоит забывать, что все корма проходят термическую обработку. Кстати, очень важный момент, на который я вам забыл акцентировать ваше внимание. То, что корма на Мистер Пэт, они приготовлены по щадящей технологии с применением пара. Это вот очень важная особенность, в основном, всей продукции с этого завода. Не только насчет Айри, но и ряда других брендов. Очень хорошая технология позволяет сохранить максимальное количество питательных и полезных веществ в составе кормов из исходных ингредиентов. Дальше у нас с вами идет сушеная кожура граната. Достаточно экзотический такой ингредиент. Я бы тоже, может быть, так смело сказал бы, что, друзья, это, конечно же, в первую очередь, клетчатка. Но гранат очень богат витамином С. И даже зачитаю, интересная его особенность, что кожура плодов является эффективным средством для снижения уровня вредного холестерина в крови. И многие другие полезные свойства, друзья, для человека. Также можно прочитать, что кожура граната содержит флоновоиды, витамины, полифенолы, антоцианы и дубильные вещества, которые, опять же, полезны. Опять же, друзья, для человека. То есть, в основном, все исследования, которые можем мы с вами встретить на полезные всякие добавки, полезные, они, в первую очередь, идут для нас с вами, для людей. Для животных, ну, не так часто такие исследования проходят. Да, есть ряд травок, есть ряд фруктов, которые с подтвержденной эффективностью. Но, в основном, к сожалению, приходится гадать на кофейной гуще. Полезно, не полезно. Поэтому я вам всегда говорю, что, друзья, есть они в составе кормов, да, отлично. Если они помогают, то вообще хорошо. А если не помогают, то они, в принципе, занимают такое недостаточно большое количество от всего состава, чтобы говорить, что помогли, не помогли. Следующий у нас идет сушеные плоды шиповника. Друзья, это великолепный источник витамина С. Это просто кладезь витамина С. Даже больше, чем в лимоне, в киве. То есть, великолепный природный антиоксидант. Дальше у нас с вами идет глюкозамин с хондроитином для суставов и хрящей наших с вами песиков. И все. Вот так, хоп, и все, оборвался состав. Да, тут, в принципе, можно было бы еще много что дописать. Но производитель не стал сильно расширять состав. Он достаточно такой аккуратный, емкий. Ну, по большому счету, ничего лишнего. То есть, если меня спросили, что отсюда убрать, да нечего отсюда убирать. Потому что, если гранат помогает, замечательно. Если, опять же, необходим сушеные плоды шиповника, ну окей. И все. Ничего лишнего. Протеин 29%. Жирность 17%. Клетчатка 3,4%. Зольность 9,3%. Все остальные показатели вы видите на экране. В том числе, друзья, и стоимость данного корма на март месяц 2023 года. Ссылку на официальный сайт, где вы можете сами посмотреть стоимость, какие виды кормов бывают, я, друзья, оставлю, разумеется, в описании к этому ролику. Ну и давайте оставлю также, например, на Озон, где вы сможете почитать отзывы на этот корм. А мы, давайте перейдем к дегустации. Ну и, как всегда, друзья, перед дегустацией я вам напоминаю, что не каждый корм стоит пробовать. Ну, во-первых, не всегда это бывает безопасно. Но, во-вторых, для этого есть я. Уж позвольте и дальше мне этим заниматься. Итак, скрываем упаковку. Открытие здесь у нас легкое. Дальше нас с вами встречает зип-замок. И запах, друзья, запах очень насыщенный. Но не зря у нас здесь есть свежая лосось и 9% животных жиров. Они, конечно, делают свое дело. Гранулы аккуратненькие, кругленькие такие. И да, вот достаточно жирные. И вот поэтому меня всегда очень веселит, когда многие производители не указывают процентное содержание, но те же самые животных жиров. Потому что мы уже вот по внешнему виду гранулы можем вот примерно понимать, что если оно вот так блестит, ну, вот процентов 8 здесь есть. А если еще и к рукам прилипает, ну, все 10%. В данном случае, да, вот некоторая жирность остается. И это хорошо, потому что питомец в первую очередь ориентируется на аромат. Потом, когда уже гранулы попадают ему в ротик, соответственно, вот эти все вкусовые ощущения. Конечно же, напоминаю, что вкусовые рецепторы у наших с вами пёсиков намного слабже, развитые, их намного меньше, чем у нас с вами. Но это не мешает нам их дегустируют. Напоминаю, что в Европе вообще очень считается правильным пробовать корм, тот, который даешь своему питомцу. Я знаю, что очень многие мои зрители тоже это делают. Друзья, кто пробует корм, тот, который дает своему питомцу, напишите просто в комментариях, что вы тоже это делаете. Ну, либо, как минимум, поставьте лайк под этим видео. Ну, давайте, друзья, попробуем, что нам здесь приготовили товарищи итальянцы. Для наших с вами пёсиков. Ну, друзья, что я вам скажу. На самом деле, гранола очень приятная. У неё пористая структура. Как мы говорили чуть ранее, вот мне так не удаётся её разломать. Здесь есть половинка. То есть гранола получается такая не сухая, не жёсткая, приятная. То есть здесь можно, вот опять же, я вам уже говорил, что они изготавливаются на пару. И поэтому нет именно такой сухости. Очень приятная гранола. Но, к сожалению, гранула такая скользкая, жирненькая. И вот она прокручивается. Не удаётся мне вам её разломать. По вкусу, друзья, замечаний нет. Вкус очень насыщенный. Вот этой жирности, которая здесь присутствует на грануле, ну, вот так сильно не ощущается. Потому что от некоторых кормов есть, а это же прямо неприятно. А здесь очень приятное ощущение. И по грануле, и по вкусу замечаний нет. Друзья, кто кормит своего питомца этим кормом, напишите пару в комментариях, как вам и вашему питомцу этот корм непосредственно. Так что ваш практический опыт всегда очень полезен. И если обращаете внимание, то я комментарии с практическим опытом всегда выделяю и говорю, что спасибо за ваш практический отзыв. Потому что это очень важно. Ну, друзья, давайте передадим этот корм нашему с вами профессиональному дегустатору. Да посмотрим, что и как он его оценит. Валдай. Валдай, будешь пробовать корм? Смотри. У нас есть корм итальянский. Как вы предпочитаете Италию? Ну, вам неудобно. Давайте я вам отнесу все-таки. Пойдемте. Друзья, давайте посмотрим, как он его оценит. Итак, друзья, вот такой вот у нас с вами итальянский корм Айри. По вкусу, друзья, замечаний нет. На самом деле он очень насыщенный. И вот то, что здесь лосось, это чувствуется. Отдает некоторым такой, ну, сказать, рыбой. Да, вот так нам было более правильно сказано. Опять же, каких-то неприятных вкусовых ощущений нет у меня. Каких-то замечаний к структуре гранулы также нет. Очень приятная, хорошая структура. И, в принципе, для питомцев, различных питомцев, она будет достаточно едабельна, можно так сказать. Но, в первую очередь, конечно же, для взрослых собак, средних и крупных пород. Вот рассчитана такая грану, потому что она примерно чуть больше сантиметра. По составу. Состав, на самом деле, такой достаточно интересный. Здесь есть и содержание свежих ингредиентов, именно свежего лосося. И напоминаю, что лосось, это такое, на самом деле, обобщенное наименование нескольких других рыб. Даже сам производитель здесь заверяет, что животных белков в этом корме больше 80%. Что, соответственно, и надо нашим с вами питомцам. Максимальное количество животных белков. Потому что это им физиологично все полезные вещества, как раз-таки, получать из животных, а не из растительных. В данном случае, к сожалению, тех, кто встал на путь сухого корма, то, друзья, без углеводов, без растительных, вставляющихся в сухом корме, ну, не обойтись. Такая технология, в том числе. Ну, и, конечно же, все вот эти наполнители, как я их называю, это горох, там, либо какие-то злаковые. Это, конечно же, все-таки, в первую очередь, такой удешевитель корма, чтобы его было больше и дешевле. В данном случае, опять же, напоминаю, горох и фасоль используется. Так что, друзья, вот такой вот состав. И, также, я обратил внимание, что я почему-то давно не сравнивал соотношение цена и качество. В данном случае, я считаю, что для итальянского корма соотношение цена и качество очень даже нормально. Нету жесткого перекоса в стоимость, как делают некоторые производители, жестко задирают ценники. Но и при этом, вот, достаточно такой аккуратный баланс. Друзья, напишите, пожалуйста, комментарий, как вы считаете соотношение цена и качество по отношению к составу этого корма и по отношению к цене. Напоминаю, что стоимости этого корма, ссылочка будет в описании, там будет, соответственно, официальный сайт, куда можно посмотреть и проверить весь ассортимент, посмотреть все составы и, конечно же, прочитать чуть больше об этом корме. И, разумеется, стоимости все там тоже присутствуют. Так что, друзья, еще раз напоминаю, что я высказывал исключительно свое мнение, которое может отличаться от вашего мнения, от мнения производителя и от мнения наших с вами питомцев. Все-таки они тоже личности и индивидуальности. И кушать, либо не кушать корм, в первую очередь решать, конечно же, друзья, им, а не нам с вами. Потому что, ну, многие сталкивались, наши с вами питомцы бывают настолько характерные, что даешь самый дорогой корм, он такой, не, не буду, даешь чуть подешевле, а вот этот я буду, да. И, разумеется, конечно же, всегда смотрим усваиваемость и как влияет корма на жизнь питомца, в том числе и на кожу и шерсти, и на здоровье. Так что, друзья, всем хорошего настроения, любите своих питомцев, держите хвост пистолетом и пока! Субтитры подогнал «Симон»!